МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире наш день в студии Михаил Майоров. И сначала коротко о главных темах выпуска. Досталось всем, и участникам, и прохожим. Массовая драка произошла в центре Южно-Сахалинска. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. Ужасные травмы и обоюдная вина. Водитель сбил пешехода-нарушителя и скрылся с места происшествия. Она идет вообще даже не смотно. Как она вообще не видела? Дебютный курс на страну восходящего солнца. Пингвин-33 открыл новый сезон. Катамаран отправился в первый рейс по маршруту Корсаков-Вакканай. Посмотреть, как люди живут. Иначе увидеть вот эту чистоту. Почти как ковбои. Сахалинские рыбаки учились ловить рыбу нахлыстом. Мастер-класс провел инструктор европейского класса. На мой взгляд, нахлыст чудесен. Он бесконечен. То есть нельзя достичь совершенства. Верхов на мечте. Соревнования по адаптивному конному спорту собрали два десятка особенных участников. Скоро уже сможешь быть пластиковым? Да. В ночь в субботу на воскресенье на Коммунистическом проспекте в Южно-Сахалинске рядом с одним из баров произошла массовая драка. По словам очевидцев, участники потасовки пошли стенка на стенку. Молодые сахалинцы пошли в атаку на приезжих из ближнего зарубежья. По информации портала АСТВ.ру, около полуночи к бару подъехали машины, из которых вышло примерно пять человек крепкого телосложения. Они стали беспорядочно избивать окружающих. Налетчики прошли в само заведение и там продолжили запугивать и бить посетителей. Нападение продолжалось около десяти минут. Агрессивные молодые люди славянской внешности выкрикивали оскорбления и требовали не снимать их действия на камеры смартфонов. Нам удалось связаться с одним из очевидцев. Иван был на вечернем сеансе в кинотеатре «Октябрь» и стал случайным свидетелем, а затем и пострадавшим. Я подошел поближе, попытался это снять на телефон, за что один из этих людей подъезжал ко мне. Несколько ударов в голову получил. Телефон у меня отобрали. Потом еще я слышал выстрелы. Потом выяснилось уже дома, на теле от травматического оружия. Еще несколько ранений, так сказать. После этого нападавшие сели в машины и покинули место происшествия. По предварительной информации, от налета пострадали не менее пяти человек. С заявлением в полицию обратился только один. В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, для принятия соответствующего процессуального решения. Пингвин вновь взял курс на страну восходящего солнца. В понедельник катамаран с причудливым названием отправился в свой первый в этом году рейс по маршруту Корсаков-Ваканай. Летняя навигация на международном направлении должна была стартовать еще 2 июня. Однако из-за неблагоприятной погоды переход пришлось отложить. Сегодня пассажиров в порту провожала и наша съемочная группа. Вечер понедельника первые в этом сезоне пассажиры пингвина встретят уже по ту сторону облаков в Японии и, возможно, тут же поймают удачу за хвост, чтобы насладиться прекрасными видами и проводить солнце за линию горизонта. Ваканай Корсаков разделяет всего 161 километр. Это 4 часа пути на катамаране с причудливым названием «пингвин». Вот он, сдрагивает под натиском ветра, пока на борту только экипаж. Пассажиры проходят ряд формальных процедур. Многие не первый раз отправляются в страну восходящего солнца. Интересное путешествие получается. Ну, потому что туда Ваганай, а потом на Сапар. Там в Японии много мест, которые хочется посмотреть и приходить не первый раз и приезжать туда еще раз и еще раз. Ну, опять же, вот с ребенком едут, там мы же съездим на шоколадную фабрику, там зоопарк, Сапар. В Анатару еще есть у них там аквапарк, что-то на дельфинов кожу посмотреть. На телевизионную башню посмотрим с Апаром. Посмотрим. Планируем походить, посмотреть, как люди живут, иначе увидеть вот эту чистоту. Япония – страна высоких технологий с богатой историей и очень тонкой культурой. Древние храмы соседствуют здесь с изумительными природными ландшафтами, а кулинарные изыски не поддаются сравнению с другими азиатскими странами. Миллионы туристов из разных уголков планеты посещают Японию ежегодно, а сахалинцам, по сути, и акклиматизация ни к чему. Острова как на ладони. Если заглянуть в прошлое, то у переправы Корсаков-Ваканай уже более чем 20-летняя история. Сначала курс на страну восходящего солнца взял паром Сахалин-7, затем японская Эйсоя. За 16 лет иностранное судно перевезло более 70 тысяч пассажиров. Новый маршрут оказался нерентабельным. Международное направление едва не кануло в лету два года назад. Пассажиропоток снизился. И по сравнению с 90-м годами, с начала 2000-х, груза упали. Поэтому использование такого типа судна стало экономически нецелесообразным. Поэтому в 2016 году было обращение в Сахалинское морское пароходство с тем, чтобы найти, обеспечить поиск и постановку судна более удобного класса для того, чтобы использовать на данном направлении. Пассажиропоток в 2016 году к концу навигации начал показывать рост. Поэтому будем надеяться, что в этом году люди сразу начнут пользоваться уже в начале навигации данными перевозками. Сегодня на борт «Пингвина» поднялись 14 пассажиров. Всего же он вмещает до 80 человек. В салоне установлены кресла авиационного типа. Цена по сравнению с прошлым годом подросла. Стоимость билета на взрослого составляет около 10 тысяч рублей. Для детей и определенных групп лиц предусмотрены скидки. Летняя навигация продлится до середины сентября. Благоустройство дворов на Сахалине должны закончить до 1 сентября. Такую задачу перед руководством профильных ведомств поставила председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина. Создание комфортной городской среды – одна из ключевых задач приоритетного национального проекта «ЖКХ и городская среда». На его реализацию в этом году островной регион получит федеральную субсидию в 70 миллионов рублей. Софинансирование из областной казны – почти 190 миллионов. Это федеральный проект, который контролирует лично президент Российской Федерации. И попрошу контрольного управления совместно с Министерством ЖКХ взять на особый контроль, какова идет процедура продвижения проекта. То есть все ли торги прошли, все ли процедуры, которые вы прописали, уже прошли. Приступили ли, потому что у нас как раз сейчас уже золотое время настало. В Южно-Сахалинске проведут благоустройство 4-х дворовых территорий и 3-х скверов по улице Сахалинской. В Невельске благоустроят 6 дворов, а также реконструируют набережную. В Корсакове в порядок приведут 4 двора, обустроят въезд в город и сквер. Эти планы в рамках проекта обсудили предварительно с общественностью. Чтобы заходили во дворы на стадии предпроектирования, слышали людей, их мнение брали в проектную документацию. И на основе мнений людей, критики, жалов, инициатив, предложений формировался проект их будущего двора, их благоустройства. Потому что людям здесь жить, и, как мы говорим, двор должен стать продолжением их квартиры. Флайфишинг или рыбалка нахлыстом. При мудрости этой зрелищной техники осваивают сахалинцы. Семинар для них провел инструктор европейского класса. Своеобразный учебный класс организовали на берегу реки. Успешный бросок зависит от положения тела и правильного замаха. Порой эти нюансы становятся залогом удачной рыбалки. О базовых техниках флайфишинга рыбакам рассказывает инструктор Европейской ассоциации нахлыста Игорь Тябкин. Флайфишинг – это просто иностранное название – ловли на мушку или нахлыстом. В руках рыбака удилище с длинным шнуром, который при правильной технике буквально парит в воздухе. Вязание мушек – это отдельный космос. Одноручное удилище – это сопредельный, отдельный космос. Двуручник – это отдельный космос. То есть чем, на мой взгляд, нахлыст чудесен, он бесконечен. То есть нельзя достичь совершенства. Можно всю жизнь достигать и не достичь. Я вам так скажу, я давно уже для себя решил, что любой рыбак мне брат, если он не использует браконьерских способов лова. Чем мягче парит петля, тем лучше входит в воду. После очередной демонстрации от инструктора участники мастер-класса задают вопросы. Например, как самому не стать добычей замаскированного крючка. Игорь, который уже 15 лет занимается таким необычным преподаванием, рассказывает секрет. Чем дальше откидывать удилище от себя, тем больше вероятность попасться на крючок. Я очень сильно загорелся. Очень красивый вид рыбалки. То есть загорелся и решил попробовать свои силы в данном виде. Оверхед я уже освоил. То есть теперь нужно освоить другие языки, как с двойной тягой оверхед для заброса неосистенных обстановки. Да и есть много других, которых я еще не знаю. На трехдневном мастер-классе на лютоге собрались более 20 рыбаков-любителей. Все они уже немного знакомы с техникой нахлыста, которая может стать универсальным способом ловли любой рыбы. После двухдневной общей тренировки инструктор проведет индивидуальные занятия. Ничего не получалось. Я думаю, не очень до сих пор получается. Поэтому пришел на семинар. Надеюсь, Игорь объяснит, покажет на ошибки, будем дальше тренироваться. Забыть о предыдущих методах ловли надо. Это главное, наверное, потому что на спиннинг это совсем по-другому. Подобный мастер-класс на воде на острове проходит не впервые. В прошлом году к сахалинцам приезжал участник Американской ассоциации нахлыста. В 2018-м специалисты сахалинского рыболовного клуба «Сахалин Курилы» планируют снова пригласить инструктора и совершенствовать красивый, а главное гуманный вид рыбной ловли. Цветочная клумба в виде логотипа радио АСТВ появилась в Южно-Сахалинске. Играющая солнечными красками композиция теперь украшает город неподалеку от Площади Победы. Для ее создания были подготовлены 500 саженцев петуний. Медиахолдингу их предоставил совхоз тепличный. Оформлением клумбы занимались сотрудники радиостанции. К ним с удовольствием присоединялись и прохожие. За помощь их ждал приятный сюрприз – сувенирная продукция от радио АСТВ. По радио услышали, решили подъехать. Правда, мы там вас искали, а мы уже начали уезжать и вас увидели. Ходил в церковь на Троицу, пошел домой мимо прогуляться, посадил два цветочка. Теперь нас не только можно слушать, но еще и видеть, любоваться, фотографироваться и гордиться тем, что в нашем городе появилась такая необычная клумба. В придорожные канавы спустились чиновники, мэрии и депутаты. Они приняли участие в очередном субботнике. Большую уборку устроили на проспекте Мира. Настоящих мужчин с сахалинской непогодой не напугаешь. На субботник сильная половина городской администрации, депутатского корпуса и партии «Единая Россия» собиралась даже с удовольствием. Строгие костюмы сменили на рабочие и вышли на проспект Мира. Для такого мусора нужны были только сильные мужские руки. В придорожной зеленой зоне нашлось немало поваленных с циклоном деревьев, больших сухих веток и прочего мусора. На протяжении всего месяца мы каждую неделю проводим мероприятия по субботникам. Потому что погода такая, но у нас сахалинская, в принципе, может быть каждый день. И не гарантирует, что в августе у нас погода будет гораздо лучше. Поэтому тут сплочает и согревается. Не остались в стороне и представительницы прекрасного пола. Ранним утром оставили свои домашние хлопоты и присоединились к массовому мероприятию. Надо отметить, что на призыв к субботнику откликнулось немало активных южно-сахалинцев. Я выросла и родилась в Сахалине. Я очень люблю свой город и я хочу, чтобы он был вообще самым лучшим на земле. Поэтому я всегда буду принимать участие в этих субботниках. Убирая и очищая улицы мы несем пользу нашего города. И также это для нас дополнительная физическая активность, которая в выходной день пойдет нам только на пользу. Была задействована и техника. Общими усилиями на свалку вывезено более 20 камазов крупногабаритного мусора. Мэр Сергей Нацадин удовлетворенно отметил, что стремление сделать город чистым и уютным есть у большинства горожан. Но есть и такие, кто пренебрегает простыми нормами культуры. У нас очень много, конечно, свалок вокруг города Южно-Сахалинска. К сожалению, не все понимают, что нельзя гадить в том месте, где ты живешь. Нельзя природу обижать таким способом. Тоже будем смотреть, где это наиболее концентрировано. Будем туда выходить, подключаться. Поэтому будем чистить наш город, очищать вернее. Санитарная очистка областного центра продолжится. 17 июня администрация Южно-Сахалинска приглашает всех неравнодушных граждан в городской парк культуры и отдыха на субботник. Думали, что бомба. В воскресенье, 4 июня охранников стройплощадки ГРЭС-2 в Ильинском не на шутку напугала находка на побережье. Это был предмет, подозрительно похожий на авиабомбу. На место вызвали оперативные службы. На место выехал оперативный отряд сотрудников ОМВД. И специалисты установили, что это не авиационная бомба, а морской буй, который выбросило на берег волнами. А сейчас эфир продолжит рубрика «Точка отчета». В воскресенье два человека пострадали в результате лобового столкновения под Троицким. Авария произошла в 8-м часу утра. По словам очевидцев, нетрезвый водитель автомобиля «Тойоты Виндоу» решил обогнать двигающийся перед ним автомобиль. Не убедившись в безопасности маневра, он выехал на полосу встречного движения, по которой в это время двигался «Митсуби Сипаджеро». В результате лобового столкновения автомобиль отбросило на разные стороны дороги. В итоге травмы различной степени тяжести получили оба водителя. В понедельник утром на Холмском шоссе водитель вот этой иномарки решил проверить на прочность столб линии связи. Ни опора, ни сам автомобиль это испытания не прошли. Водитель «Сузуки Искута» произошедшее объяснил просто – уснул за рулем. Он очень спешил в Невельск. На повороте залетел на бордюр, а дальше на его пути оказался столб. В результате столкновения мужчина получил лишь небольшие царапины, чего не скажешь о машине. Место ЧП она покинула в кузове эвакуатора. Эвакуатора. Спустя полтора часа на улице Горького Тойота «Карип» протаранила внедорожник. По словам водителя последнего авто, она выезжала на Горького, уверенная в том, что никому не мешает. А водитель «Универсала» утверждает, что не ожидала, что джип начнет движение. Поэтому шансов уйти от столкновения у нее не было. В аварии обошлось без пострадавших. Вот она идет. Она идет вообще даже не сможет. Как она вообще не видела, я не знаю. А это кадры аварии, произошедшей около двух часов дня на улице Поповича. Здесь водитель легкового «Универсала» сбил и переехал женщину. Как удалось установить, 39-летняя дама решила перейти дорогу в неположенном месте. В этот момент по второй полосе двигалась Мазда. В последний момент женщина побежала. После наезда водитель иномарки поспешил место происшествия оставить. Он скрылся во дворах. В данный момент сотрудники ГАИ ведут его поиски. Женщина в результате наезда получила серьезные травмы головы, множественные переломы, ушибы и ссадины. В Южно-Сахалинске огонь уничтожил две легковые иномарки. Это произошло около 4 часов утра в субботу на улице Железнодорожной. Предположительно, первым вспыхнул кроун, после чего огонь перекинулся на стоящий рядом филдер. Обе иномарки сгорели за считанные минуты. Прибывшие на место пожарные расчеты городского гарнизона оказались бессильны. Версий произошедшего несколько, умышленный поджог не исключается. Три этажа без света, шесть выгоревших электрощитовых и один пострадавший. Это результат пожара, произошедшего в многоэтажном доме на улице Крайне, около 10 вечера. Три верхних этажа оказались в плотном дыму. Как оказалось, горели электрические щитки. С огнем пожарным расчетом удалось справиться быстро. В ходе тушения они обнаружили нетрезвого мужчину, который уже изрядно надышался дымом. Его доставили в больницу. Причины пожара и ущерб устанавливаются. Сталкер Оливия Шахерезада и 20 особенных наездников. Соревнования по адаптивному конному спорту прошли в эти выходные в окрестностях Южно-Сахалинска. В них принимают участие дети, которым сложно ходить, говорить и общаться с окружающими. Но добрые, терпеливые, четвероногие помощники учат ребят по-новому глядеть на мир и верить в себя. Большеглазые, сильные, теплые, добрые и очень терпеливые. Лошади в золотом мустанге такие же особенные, как и дети, которых они учат и лечат. Они не взбрыкнут и не обидят малыша, которому поначалу очень страшно подойти к огромному животному. Но если преодолеть этот страх, дружба и любовь между ними будут становиться только крепче. Сегодня в клубе большие соревнования. Казалось бы, всего 20 участников. Но каких? Многие из этих ребят еще год назад не могли держать поводья. Очень большая польза, когда ребенок общается с животными, неважно какими. Но вот конь это большой, красивый, умный зверь. И ребенок тоже берет многие вещи, как вот этого зверя. То есть тепло его, силу. Будешь кататься? Будешь? Покатаюсь. Просто молодец. Удачи тебе. До встречи. Ярослав выступает в категории наездников от 5 до 7 лет. На взгляд обычного человека задания у ребят элементарные. Снять прищепки с гривы, проехать несколько метров с поднятыми руками. Такое задание. И справилось задание, но отлично. Но для особенных участников все эти простые движения – плод долгих тренировок, терпения инструкторов и любви родителей. В конно-спортивном клубе «Золотой мустанг» к обучению ребят подходит с профессиональным трепетом. Чтобы научиться учить, ездили перенимать опыт коллег на материк. Дети, то есть с ограниченными возможностями, в принципе, это здоровые дети. Болеют дети те, которые с температурой, кашель. Вот это больные дети. Это просто с ограниченными возможностями здоровья, которые… Они здоровые дети. Им относиться надо, как к здоровым детям. Давай. Молодец. Тебе вот сложно с лошадью или легко? Ну, немножко сложно. А что сложно? Ей управлять. Да? Да. Ну, нравится. Да. А как ты думаешь, скоро уже сможешь быстро скакать? Да. На психологическом уровне это детям помогает преодолевать те препятствия, которые, к сожалению, природа, вот, ну, эти вот неостатки, которые природой были даны, они преодолевают себя. Ну, и родителям гораздо легче, понимаете. У ребенка появляется новое хобби, новый смысл жизни. Мы показываем обществу, что дети инвалиды, как и все инвалиды, мы должны их уважать, мы должны их принимать в свое общество на равных правах, помогать им, чтобы они были полноценными членами нашего общества. Вот такие соревнования этому помогают. Региональный фонд «Родные острова» поддерживает увлеченных инструкторов и особенных всадников два года. В 2016-м наши ребята ездили на соревнования в Москву и вернулись с серебром. И эти соревнования уже третьи, которые «Золотой мустанг» и фонд проводят вместе. В этом сезоне для того, чтобы ребятам было комфортно заниматься, «Родные острова» выделили 150 тысяч рублей. Сегодняшние соревнования по адаптивному конному спорту получили статус межрегиональных. На «Сахалин» приехали участники из Хабаровска. За каждое испытание ребятам присуждают баллы. Жюри, протоколы – все по-взрослому. Будут здесь и свои победители. Но зато ни одного проигравшего. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...